В начале курса мы останавливались на вопросах, что такое обучение, какие есть подходы к обучению, что Библия говорит об обучении, какой пример мы можем взять у Христа, когда Он служил апостолом и являлся совершенным учителем. Теперь мы переходим к более практическим моментам и будем говорить о том, какие могут быть ожидания от обучения и какие цели обучению можно ставить. Итак, ожидания. Иногда мы мало задумываемся о том, что мы ожидаем, но ожидание очень во многом определяет наше отношение к дальнейшему обучению в данном случае. Вот если мы думаем, что мы придем на программу обучения и семинария и встретим там преподавателей, которые будут ангелами небесными, то нас неизбежно постигнет разочарование, потому что любой человек обладает какими-то определенными недостатками. С другой стороны, если мы придем на программу и будем думать, что ничего хорошего мы здесь не получим и ничего у меня не получится, то это тоже определит, каким образом будем мы учиться, и навряд ли мы достигнем здесь каких-нибудь успехов. Наше ожидание по-многому задает ход и направление, каким образом будет наше обучение. Поэтому ожидания хорошо формировать заранее и делать это осознанно. Какие же могут быть ожидания от обучения в семинарии? Прежде всего, давайте посмотрим. Мы говорили уже о том, что Библия наставляет нас заниматься учением. Но какая цель? Для чего это нужно делать? Когда мы читаем послание, мы часто слышим о том, что целью христианина является достижение зрелости, того состояния, когда он уже не будет младенцем, по словам апостола Петра, не будет скармливаемым молоком Слово, но будет в состоянии проходить через какие-то испытания, через какие-то искушения и достигать, в конце концов, зрелости Христа. Зрелости — это состояние взрослого человека, когда он многое понимает, но также и очень много умеет и может делать. Поэтому, если мы читаем послание к Ефесянам, 4 главу, мы видим, что построение организма церкви, которая является единым организмом, построенный из разных взаимоскрепляющих связей, является, чтобы каждый член этой церкви дорос до состояния зрелости и был в состоянии служить остальным членам. Поэтому духовный рост, совершенствование вас в ваших дарах и способностях, и в служении является такой предельной целью для каждого христианина. Каким образом мы можем достигать этого? В этой задаче есть две составляющие. Первая составляющая — это совершенствование определенных навыков. Если у вас есть служение, например, работа с деньгами, вы можете узнавать о бухгалтерии, о новых программах, которые сейчас существуют, и совершенствовать свои навыки. Но для христианского служения этого только недостаточно. В очень многом служение определяется характером христианским, который освещает это служение, и который, собственно, делает это не просто работой, но служением людям. Поэтому, когда мы читаем качества служителей, мы видим, что очень многие характеристики относятся именно к характеру. Человек должен быть знающий Бога, любящий других, уважающий правила. Это все то, что требуется развить нам по отношению к обучению. Поэтому, когда мы поступаем на какую-то программу обучения, тем более программу обучения в семинарии, мы должны прежде всего помнить, что это Господь ведет нас по пути совершенствования, и Он ставит перед нами определенные задачи. Задачи — вырасти в наших знаниях, задачи — вырасти в наших компетенциях, как сейчас говорят, в умении что-то делать. Но также и задачи — стать лучшими. Задачи — нивелировать свои недостатки, но раскрыть свои способности максимально широко. Что следовало бы ожидать нам от программы обучения? Прежде всего, это более глубокое познание о мире, который Господь сотворил. В разных его областях вы будете узнавать новое, будете понимать, каким образом творение, которое Господь дал человеку в управлении, совершенно будете узнавать какие-то нюансы, будете узнавать какие-то исторические факты. Также можно ожидать от того, что будет меняться ваше представление о мире, который Бог создал. Очень часто, когда мы поступаем, как молодые христиане, на программу обучения, нами владеет такое идеальное представление о том, как этот мир существует. По мере того, как мы растем, как сталкиваемся с разными людьми, мы узнаем о том, какие есть и несовершенства тоже. И также понимаем, насколько благ Господь, который принимает нас и принимает нашу человеческую историю, такой, какая она есть. Также мы можем за это время вырасти в определенных умениях и навыках. Например, в умении узнавать новую информацию, в умении богословски рассуждать о каких-то вещах, в умении излагать свою позицию, в умении писать статьи и излагать свои мысли на бумаге. Это тоже сфера развития, которая может быть осуществлена за время вашего богословского образования. Нам также нужно обратить внимание о том, что обучение в семинарии помогает нам развиться как христианам. Прежде всего в труде, в навыках работы, в самодисциплине, которые требуются очень много в обучении, и мы будем позже говорить об этом. И, конечно, также обучение в семинарии предоставляет возможность развить практические навыки, которые были даны вам Богом для разумного служения. Я рекомендую перед началом серьезного обучения посвятить серьезное время молитве и размышлению и задать Богу и себе вопрос, зачем мне это надо, какую цель я преследую в том, что я хочу учиться. Нравится ли мне просто называться семинаристом, нравится ли мне просто говорить о том, что я, кроме всего прочего, я учусь в семинарии, или у меня есть какая-то определенная цель, есть какое-то определенное видение и желание, которое Господь заложил в ваше сердце. Как правило, люди, которые приходят учиться с определенными целями, достигают гораздо большего. Это помогает им сосредоточиться и все их усилия вкладывать именно в то русло, куда призывает их Господь. По моим наблюдениям учителя, те люди, которые приходят и имеют определенное видение на дальнейшее служение, достигают гораздо большего и достигают это за более короткий срок. Что можно порекомендовать относительно целей? Было бы хорошо перед началом обучения сформулировать цель на обучение в целом. Вот вы поступили в семинарию, вы берете определенные курсы, что вы хотите уметь и знать по окончании семинария, чем бы вы хотели бы заниматься. Если эта цель будет сформулирована в общем, будет легче сформулировать ее по отношению к частям. Следующим этапом это именно разделение этой цели на части. Что вы можете достичь из этой цели в первый год обучения или в первый семестр, или за учебный курс. Далее, когда вы рассмотрите и предположите, какие цели могут быть достигнуты, весь процесс обучения может стать гораздо более интересным, осознанным и понятным для вас. Как правило, люди очень мало задумываются о том, с какими целями они приходят учиться, для чего им это нужно, какие у них есть определенные ожидания. И поэтому очень важно и полезно определиться с этим на самых первых этапах. Это задаст направление и вектор вашего дальнейшего развития. Итак, сегодня мы поговорили о том, какие ожидания бывают от обучения, какие ожидания можно формировать в согласии с тем, что говорит нам Библия, Новый Завет, и как заняться целеполаганием, как выделить те цели, которые бы определили ваше развитие на весь период обучения, которые определили бы ваше развитие на какие-то его части, на годы, на семестры или на учебные курсы. Субтитры создавал DimaTorzok